Ася, расскажите, пожалуйста, какие эмоции у вас сейчас после показа? Я волнуюсь до сих пор, не отошла. А есть ли чувство, кроме счастья, чувство облегчения, что все прошло? Есть чувство радости, безусловно, есть и счастье, потому что все классно получилось, мы все довольны, и так вот, конечно, сейчас немножко отпустят. Скажите, а за какое время вы подготовили такую креативную, потрясающую коллекцию? Сложно сказать, просто от начала, от идеи до реализации, ну не знаю, может быть, полгода, в смысле, я долго скорее вынашивала идею, в самом процессе изготовления месяца два, предположим. Скажите, а вот как пришла идея использовать вот креативные такие танцевальные движения в коллекцию? Ну, потому что это мои друзья, ребята, мне очень нравится, как они двигаются, и вообще-то такое движение, мода, казалось, фэшн, такое жизнь в движении. А часто вы используете вот подобные, или классика тоже присутствует? Нет, классики я меньше обращаюсь, ну так я больше люблю как-то трансформировать классику, да. Прошлая коллекция тоже была мне посвящена современному балету, но больше такому классическому современному балету, то есть у меня были, ну в общем, там были и девочки, а здесь у меня больше парней. И последний вопрос. Скажите, каковы теперь дальнейшие ориентиры после такого триумфа? Ориентиры? Ну, сложно сказать. Мы бы хотели съездить в Европу, я думаю, с показом, с перформансом. А какую бы страну хотели захватить? Францию, Париж. Значит, на парижскую неделю моду можно было бы? На парижскую моду, да. Хорошо. Надеемся, увидим. Спасибо большое. Спасибо. Баху, Баху, можно вам несколько слов специально для Пушкина? Рассказывайте, вы теперь в моде, почему, как так получилось? Ну да, я действительно вот так вот, как бы сейчас вырабатываю новый путь для человечества, что надо попробовать не одно дело, а сто. И вот я так вот немножко, как вот этот вот мигрирующий такой, да, пушинка, я летел, летел и прилетел вот сюда на фэшн. Прилетел, да. А кто вас заставил сюда прилететь? Всем советую, всем советую, потому что дело хорошее. На подиум и какие-нибудь всякие модные штуки показывать, да. Как вам сегодня уровень? Высочайший уровень, слава богу. Вообще, вот многие говорят, что в России все плохо, но с одной стороны, как бы это как посмотреть. На самом деле, я считаю, в России все очень хорошо. И вот эти движения в моде русской, они, ну, немножко не поддерживаются индустрией, конечно, моды, к сожалению. Но! Зато они несут в себя очарование, какой-то вот осколочка души. Вот Ася Соловьева, она вот свою душу внесла. А все-таки западные коллекции и западные показы, вот я видел и в Париже много, когда работал арт-директором журнала «Эль». Я ездил в Париж на эти показы по работе. Там, конечно, более всего выхолочено, выхолочено. Может быть, там моменты кроя, вот это все та-та-та-та-та. Ну, у нас свой крой, свой. Вы человек очень многогранный. Какие у вас новые проекты вот сейчас планируются в ближайшее будущее? Ну, по мере поступления. Вот один проект заканчивается, другой. Сейчас вот я выпускаю книжку для подростков, которая называется «Пахом Курлык». Потом открываю выставку, которая будет называться «Тайна сладкого хлеба». Потом мы завершим с Валилией Гай Германикой. Хотел вай-вай-вай, как грузин, вай-вай, потому что мы в Крым поедем. А Крым – это там тоже тепло, как в Грузии. Заделаем фильм «Бонус». И вот он выйдет осенью, фильм «Бонус» 16 серий про рэперов, про рэперов. Спасибо вам большое.